Сейчас слово замечательному актёру, одному из немногих актёров, на мой взгляд, кто прекрасно умеет читать и прозу, и даже стихи. Это Александр Филипенко. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как я завидую ему Его таланту ему Его перу ему бумаги, чернилицы, карандашу А я как медленно пишу Как ношу тяжкую ношу Как земли чёрную пошу Как в окна зимние... Дышу! Дышу! и вдруг оттаивает круг Из 60х В 60-х кончается рабство, холопство кончается, кончается так, что земля под ногами качается. И хочется столько от этого выпрямить, выпрямить. И хочется так из себя это рабское вытравить из древних холопской, робкой, раболепной, покорно твердящей, сладкой, словохвалебной. А кто-то надеется, кто-то упорно надеется, что снятое с шеи обратно на шею наденется. А кто-то серьезно надеется, что все переменится, вернется на круги своя и не переменится. Но в тесной колобочке маятник тихо качается. О, к рабству привыкший, мне жаль за его, как он отчается, когда он увидит, что почва и вправду качается, когда он поймет, что действительно это кончается. Но это и 60-х, и 60-х. Из 70-х. Из 70-х. Ну кто помнит, кто-то многие помнит. Как у Жванецкого, простите. Вы не пробовали давать честь поклонам? Очень эффектно, очень эффектно. И эффективно. Кругом поют, кругом ликуют. Такие дни, какие годы. А нас опять не публикуют. А мы у моря ждем погоды. А в наши ямбы входит проза. А все прогнозы так печальны. А нам пойти купить бы проза. А мы все ждем небесной манны. И вот певец не доедает, не ест жиры и углеводы. И вот ему надоедает. И он уходит в переводы. И мы уходим в переводы. Идем в Киргизы и в Казахии. Как под песок уходят в воды. Как дом Жуан идет в монахи. Окей, я тесная монаха, мое постылое заплятие. Мой монастырь, тюрьма и плаха. Мое спасение и проклятие, мое спасение и проклятие. Мое проклятое спасение. Где ежедневное распятие. И редко-редко воскресение себя. Как шейлопу. Кусками чужого сада садоводы. Под песком, под песками гудят под почвенные воды. А свечка в кельне догорает. А за окошком ночь туманна. И только сердце замирает. Ах, Донна, Анна, Донна, Анна. А что же будет дальше? Что же дальше? Уже за той чертой, за тем порогом. А дальше будет фабула иная. И новым завершится. И пелогом. И снова будет дождь бродить по саду. И будет пахнуть сад светло и влажно. А будет это с нами и не с нами. По существу не так уж это важно. И кто-то вскрики. Ах, не уезжайте. Я пропаду. Пушу взрывы следом. А будет это с нами и с другими. В конечном счете суть уже не в этом. И кто-то от обиды задохнется. И кто-то от восторга немеет. А будет это с нами или с кем-то. В конце концов. Значения не имеет. Все проходит, все проходит. Сексменяется дождем. Все приходит и уходит. Мы пришли и мы уйдем. Все приходит и уходит. В никуда есть ничего. Но бесследно не проходит ничего. Потому что в этой драме, будь ты шутен и король, Дважды роли не играют. Только раз играют роль. И над собственной ролью плачу. Я их охочу. По возможности достойно доиграть свое хочу. Ведь не мелкою монетой. Жизнью собственной плачу. И за то, что горько плачу. И за то, что горько плачу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ